Компания является давним и стратегическим партнером региона. После реализации проекта на месте старого аэропорта появится современнейшая воздушная гавань. Это повысит доступность курорта и увеличит поток отдыхающих на Кубанское побережье. Сейчас Геленджик ежегодно принимает 4 миллиона туристов. Вас поблагодарить за такое неустанное внимание к краю и поддерживать. Это не первый проект, который мы с вами сегодня, я надеюсь, реализуем. И вы сегодня сказали, что отношения хорошие. Это правда. Но я уверен, что будут еще лучше. Инвестиции примерно около 300 миллиардов рублей. Это огромный инвестиционный портфель, который Геленджик пока еще не видел ни в одном проекте. ни в одном проекте. Это знаково сегодня и для Геленджика, и для побережья нашего Черноморского, ну и, конечно, и для всего края. Такой аэрокзальный комплекс – это новый, такой, я бы сказал бы, высочайший архитектурный стандарт, который в Геленджике появится. И все остальные уже строящие объекты должны будут под него тянуться. Ну и сервис, который, и уровень обслуживания, который там будет задан в рамках уже этого высокого архитектурного стандарта, это, конечно, новый уровень в целом и обслуживания, и сервиса самого Геленджика. Не сомневаюсь, что такой аэрокзальный комплекс станет визитной карточкой и Геленджика, а, может быть, и всего Краснодарского края. Уже не первый год сотрудничество называется по разным направлениям. Мы очень ценим, как руководство Краснодарского края относится к инвесторам, вообще к новым проектам. Мы сейчас очень напряженно работаем с тем, чтобы в ближайшее время уже одобрен был проект, утвержден. И сроки, которые наметили от конца 2021 года, будут вполне реальны для того, чтобы построить новый аэровокзал. Планируется, что к работам по строительству нового аэровокзального комплекса в Геленджике приступят уже летом.